Всем привет! С вами Сергей Шаляпин, инвестиции в недвижимость. И сегодня я расскажу о налогах на доходы владельцев недвижимости, актуальных на начало 2020 года для Таиланда. Какие они бывают, кто и как их должен плачивать, как можно на этом законно сэкономить, а также поделюсь полезными советами и, конечно же, своими секретами. Итак, вы купили квартиру или дом в Таиланде для того, чтобы сдавать в аренду и получать доход. Вероятно, вы уже определились с выбором управляющей компании или же передали квартиру в программу гарантированной доходности. Давайте обсудим, какие налоги ждут вас, как владельца недвижимости, при сдаче в аренду и получении дохода на территории Таиланда. Первое. Каждый, кто получает доход в Таиланде, должен платить налоги. При этом не имеет значения, являетесь ли вы налоговым резидентом, то есть находитесь в Таиланде более 6 месяцев в году или нет. Второе. В Таиланде налоги уплачиваются в два этапа. Сначала уплачивается аванс в счет налога с дохода, так называемый withholding tax, который оплачивается при перечислении вам денег. Он применяется только, когда перечисляют вам деньги юридическое лицо. Например, выплаты по программе гарантированного дохода или выплаты от управляющей компании. А по итогам года вы должны подать декларацию о доходах и далее либо доплачиваете необходимую сумму, либо государство возвращает вам переплату. В теории звучит, конечно, красиво, но что на практике? Смотрите далее. Важно, что при прямом получении денег, например, когда вы сдаёте свою недвижимость в долгосрочную аренду и при самостоятельной подаче налоговой декларации, вы оплачиваете только income tax по ставке, о которой я расскажу чуть позже. Это самый часто встречающийся вариант в Таиланде. Если вы владеете недвижимостью, но при этом не проживаете в Таиланде больше 6 месяцев в году, то, соответственно, вы не являетесь налоговым резидентом и не имеете тайского tax ID – это личный номер налогоплательщика. В таком случае ваша управляющая компания при перечислении вам дохода обязана удерживать 15% withholding tax – это авансовый платёж в счёт уплаты налога с дохода и отправлять эту сумму в налоговый департамент – revenue department. На этом ваши налоговые обязательства считаются выполненными и подавать декларацию не нужно. Однако при этом вы лишаетесь существенной доли своего дохода, а именно 15%. Налоговая Таиланда может выдать вам идентификационный номер налогоплательщика, так называемый tax ID, даже если вы не являетесь резидентом. Это допускается законом. Услуги юриста по оформлению tax ID обойдутся вам примерно 3-5 тысяч бат. Для оформления вам понадобятся следующие документы. Паспорт с действующей визой или штампом по прибытию, иммиграционная карта – departure card, адрес и карта местонахождения объекта недвижимости, которую можно нарисовать даже от руки, гербовое свидетельство о собственности – ченот и домовая книга – blue book, или по-тайски это tabien ba. Срок получения tax ID на Пукете составляет обычно 1-2 недели. Вместо 15% withholding tax ваша управляющая компания начнет удерживать всего 5%. Обратите внимание, что нужно требовать от вашей управляющей компании подтверждения оплаты этих налогов, так называемой формы PND-3. По итогам года ваш аудитор или бухгалтер должен также подать декларацию о доходах. Эта услуга обойдется вам еще 3-5 тысяч бат. Из общей суммы полученного дохода вы также имеете право на стандартные вычеты. Первое. Персональный вычет – Personal Allowance. Это вычет в сумме 30 тысяч бат на одного налогоплательщика в год. Второе. Вычет расходов на аренду – Rental Expenses. Это 30% от суммы ваших доходов. Обратите внимание, что при приобретении Лисхолд вы, по сути, не являетесь собственником, вы арендатор. И сдача в аренду такого имущества является субарендой. В таком случае 30% – вот этот второй вычет – применяться не будет. Но часть суммы по договору Лисхолд может быть зачислена в счет расходов для уменьшения налогооблагаемой базы. Подробнее я советую уточнить у вашего бухгалтера или управляющей компании. В отдельных случаях вы также можете предъявить к вычету расходы на содержание иждивенцев – это супруга, супруги, ребенка и также стоимость обучения ребенка на территории Таиланда. Естественно, в пределах установленных законом норм. Сумма дохода за минусом вычетов подлежит налогообложению по прогрессивной ступенчатой шкале, приведенной ниже. Обратите внимание на ступеньки. Каждая ставка применяется только к определенной сумме дохода. Например, первые 150 тысяч бат не будут облагаться налогом вовсе. Следующие 150 тысяч бат облагаются налогом 5%. Следующие 200 тысяч бат налогом 10% и так далее. Теперь приведу пример расчета. Допустим, вы приобрели квартиру в Лисхоу стоимостью 4 миллиона бат. И ваш ежемесячный доход от сдачи в аренду составил 25 тысяч бат. Рассчитаем годовой доход. 25 тысяч бат умножаем на 12 месяцев – получаем 300 тысяч бат. При перечислении вам дохода управляющая компания удержала 5% в Лисхоу Винтекс. Это 15 тысяч бат. При сдаче декларации вы указываете следующие вычеты. Персональный вычет в размере 30 тысяч бат. Вычет затрат на аренду – в данном случае делим стоимость Лисхоу на срок его действия. 4 миллиона бат делим на 30 лет – получаем 133 тысячи 333 бат. Далее рассчитываем налогооблагаемую базу. 300 тысяч минус 30 тысяч минус 133 тысячи 333 бата – получаем 136 тысяч 667 бат. Применяем полученный доход в шкале налогов и увидим, что мы попадаем в первый раздел от 0 до 150 тысяч, который не облагается налогом. В данном случае получается, что вы переплатили 15 тысяч бат государству. Вы можете перенести аванс на следующий год или попытаться вернуть переплаченные налоги на свой счет. Для этих целей необходимо открыть сберегательный счет в банке Крун Тай Бэнк, ведь только на имя этого банка налоговый департамент может выпустить чек с суммой переплаченных налогов. Однако нужно понимать, что без помощи бухгалтеров, говорящих на тайском языке, все это сделать может быть достаточно проблематично. Первое и самое важное – вам могут отказать в разрешении на работу или даже ограничить въезд в Таиланд. О, ужас! Второе – естественно, вам начислят пенни за неуплату налогов. И третье – в самом критичном случае могут обратить взыскание на вашу собственность через суд. Все это, естественно, будет сопровождаться совместной наработой налоговой и CGP-кондоминиума – это управляющая компания, которая домом занимается, что может привести к отключению воды, электричества, ограничению доступа ваших гостей и другим пренеприятнейшим административным мерам. С 1 января 2020 года в Таиланде поменялась система расчета налога на имущество, а именно – вводится прямой налог на владение, который будет рассчитываться как 0,3% в год от государственной оценочной стоимости. Обратите внимание, что государственная оценочная стоимость в отдельных случаях может быть даже выше коммерческой, рыночной. Кстати, тайские власти на местах оказались не готовы к введению этого налога с января 2020 года, поэтому дедлайн или день X передвинут на июль 2020 года. Ну что ж, поживем – увидим. Для тех, кто хочет инвестировать осознанно, я создал обучающий курс «Недвижимость пакета за 60 минут», в котором максимально коротко и информативно я выдам вам всю необходимую начинающему инвестору информацию. Ссылка на курс находится под этим видео. Переходите прямо сейчас, чтобы не забыть. Итак, надеюсь, система налогообложения Таиланда стала вам чуть более понятна. Учитывайте, что применение налогов на практике может отличаться не только в разных регионах, но даже в разных районах одной провинции. Я постарался дать наиболее точную картину, но не стоит опираться на мои слова, как на энциклопедию. Налоги и их применение могут меняться, и мое описание лишь показывает мое видение ситуации на начало 2020 года. Налог со сдачей недвижимости в аренду в Таиланде необходимо платить, но можно и разумно уменьшить, совершив ряд несложных действий. Подавляющее большинство квартир на букете продается в диапазоне цен от 3 до 6 миллионов бат и генерирует доходность 7-8 годовых, что при правильном подходе к уплате налогов обойдется вам не дороже 5% налогового бремени. Согласитесь, это небольшая оплата за спокойный сон. С вами был Сергей Шалепин, и до встречи на букете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!